Приветствую вас. Давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Значит, по факту, получается, что образование вам не нужно. Ну, вы считаете, что оно, видимо, вам не важно. Или для того, что вы делаете, для того, что вам нравится действительно, оно не необходимо. То есть, ну, если бы вам нравилось то, что вы делаете, и если бы для этого нужно было бы получить образование, то что-то мне подсказывает, что вы бы его получили, да? Ну, я так думаю, вы же не враг, сами себе. И я полагаю, что исходить нужно именно отсюда, из этой ситуации, из этого аспекта. Что вы не враг сами себе. Если вы что-то делаете, если вы, ну, делаете какой-то выбор, то самое главное, чтобы вам не было вреда. Чтобы вы знали, что то, что вы делаете, вам не навредит. Чтобы вы знали, что, вот, то, как вы поступаете, это то, чего вы хотите сами, для себя. Не то, чего, эм, хотят другие, да? А вы? Значит, эм, как я понимаю, ваша основная проблема, она находится в чувстве вины. Основная проблема. То есть, мама, эм, тратит деньги на то, чтобы вы учились. Скажите, эм, пожалуйста, эм, по какой причине вы считаете, что вы несёте ответственность за то, что ваша мама для вас сама решила. То есть, это ведь её выбор, правильно? Это её выбор, эм, хотеть для вас учёбы. Это её выбор, эм, хотеть, чтобы вы учились, чтобы вы занимались, эм, ну, чем-то вот, эм, своим, чем-то важным. Это её выбор. Вы к этому выбору в какое отношение имеете? Понимаете, эм, чувство вины, оно, может быть, связано с несколькими моментами. Эм, первый момент, это то, что вы в глубине души понимаете, что мама права. И второй момент, это то, что вы, эм, боитесь, что от того, что вы не сделаете так, как хочет ваша мама, она будет страдать. Вот, эм, как вы думаете, эм, насколько альтруистично, честно, по отношению к, к, ну, к человеку, к вам, эм, является эм, тот факт, что мама, мама, которая, по идее, должна заботиться о вас, поддерживать вас, помогать вам, эм, по сути, шантажировать вас, эм, своим страданиям, своей болью. Вот подумайте об этом, насколько это справедливо, по отношению к вам. Насколько эм, насколько эм, насколько это эм, альтруистично, по отношению к вам. насколько это искренне по отношению к вам, насколько мама действительно преследует цель, чтобы вам было хорошо. Понимаете, если человек страдает из-за того, что кто-то другой что-то не делает, значит этот человек через другого, а именно через вас, пытается реализоваться. То есть иными словами, ваша мама через вас пытается реализовать свои какие-то потребности, свои какие-то желания. То есть она, например, чувствует, что будет позорно, если вы не будете учиться. Она чувствует, что будет хуже себя ощущать, если вы не будете учиться. Она чувствует, что вы не оправдаете ее надежд, если вы будете хуже учиться или вообще не будете учиться. она чувствует ухудшение своего состояния от того, что делаете вы. И ладно бы, если бы вы себе вредили прямо. Но вы себе не вредите, потому что в теории вы можете пойти работать, в теории вы можете доучиться потом, когда захотите. То есть все это в ваших силах. Но мама хочет, чтобы вы учились здесь и сейчас, потому что это нужно ей. И вот подумайте, подумайте, так какую, какую ответственность, какое отношение вы имеете к тому, чего хочет другой взрослый человек, у которого в силу того, что он сам не может ничего сделать, да, сам не способен реализоваться, например, пытается это сделать через вас, тем самым делая вас несчастным, да, и прикрываясь тем, что делает это для вашего блага. Ваше чувство вины, да, это обращение на вас, защита, то есть вы защищаетесь от такого вторжения своей мамы в вашу жизнь. Вы защищаетесь, много вы подавляете свою защиту, потому что мама подавляла вас, и теперь эта защита обращена против вас. Ну, здесь кроме заниженной самооценки, возможно, кроме каких-то, знаете, стремлений доказать что-то, самоутвердиться, вот, здесь может быть просто-напросто привычка. То есть вы привыкли, что для вас что-то делают, а вам это не нужно. И из-за этого вы вините себя, думая, что с вами что-то не так. Но простите, а кто-нибудь хоть раз спросил вас, чего хотите вы? Кто-нибудь хоть раз спросил, чего желаете вы? Нет. Видимо, нет. Так какое дело вам до тех, кто этим не интересуется? Почему вы должны исключить людей, которые не интересуются тем, чего хотите вы, а ведь вы взрослый человек? Дальше. Вы говорите, то, что мне действительно нравится, не приносит мне никакого заработка, так как только начала этим заниматься. Но правильно, не все сразу, но в этом, я полагаю, со временем вы достигнете своего результата. Смотрите, родители, в силу того, что у них свой взгляд на мир, считают, что вы должны выучиться, чтобы иметь достойную работу и чтобы жить хорошо. И для них любое отклонение от нормы является чем-то опасным. Ну, или ваша мама считает, что это что-то опасное для вас. И она действительно так считает до тех пор, пока не увидит, что вы действительно счастливы от того, что делаете. Если ваша мама, увидев, что вы счастливы, не одобрит ваше решение, значит, она не заботится о вас. Значит, ей вы, как человек, ну, не интересно. Это значит, что и прислушиваться к такому человеку не стоит. Ну, потому что ее интересуете не вы, а она сама, грубо говоря. Если ситуация складывается так, что мама, увидев, что вы счастливы, все-таки приняла вашу позицию, ну, если вот это все-таки произошло. Ну, это значит, что она действительно вас любит, просто она боялась за вас. Но для того, чтобы убедить своего родителя в том, что это ваше, что это вам нравится, что это то, чего вы хотите сами для себя, да? что это действительно сделает вас счастливой. Для этого нужно, первое, упорство и постоянство. То есть не поддаваться на предложение обучаться. Не поддаваться на предложение делать что-то другое. Это с одной стороны. С другой стороны, упорно делать. Упорно делать то, что делаете вы. И с третьей стороны. Не спорить со своей мамой. То есть она что-то говорит, вы просто, как бы, слушаете такая, ба-ба-ба-ба. Ба, я поняла, мам, спасибо, но я делаю то, что я считаю нужным. Вам 21 год. Вы взрослый человек. Позвольте себе делать то, что вы хотите, и позвольте другим делать то, что они хотят. Ваша мама хочет тратить деньги на вас, она тратит, но делает это для себя, а не для вас. Потому что вам эти деньги идут не на пользу. А вы делаете то, что вы хотите. Почему, если мама хочет тратить деньги, она тратит на вас, а если вы хотите делать то, что вам нравится, вы не делаете? Ведь вы находитесь в одинаковом положении. Вы находитесь в одинаковых условиях. вы равные люди, дарья. Я думаю так. Значит, что делать? Первое. Сказать маме, что вы учиться не будете больше на данный момент, и если она хочет тратить деньги, то пусть она либо эти деньги кладёт на счёт какой-нибудь ваш, либо пусть она эти деньги оставляет себе, либо пусть она эти деньги даст вам на ваш заработок. Это первое. Второе. Вам нужно сказать своей маме, что вы не будете больше обсуждать тему того, что вы делаете. То есть вы решили, вы действуете так, вы будете действовать так. Всё. Это не обсуждается. И если она будет говорить на вот эту тему, на тему того, что... ну, на тему того, что вы должны учиться где-то, вы будете просто её игнорировать. Далее. Далее. Подумайте, чем конкретно вызвано ваше чувство вины. То есть за что именно вы испытываете вину? Если вы считаете, что у вас не получится сделать то, что вы делаете, это одно. Если вы испытываете вину, потому что мама что-то делает для вас, это другое. Но в зависимости от этих двух обстоятельств, в зависимости от этих двух ситуаций, мне кажется, мне кажется, и нужно исходить. То есть в первом случае, если вы не уверены в том, что делать, то нужно будет работать над вашей уверенностью в себе, над самооценкой, возможно, над запретами какими-то, если есть. А во втором случае, вам нужно работать с чувством вины. То есть я предлагаю вам, вот, подумать. Подумать так. Есть мама, она для вас чего-то хочет. Ну, чего-то. Просто чего-то хочет. Чего она хочет для вас? Значит, если ваша мама хочет для вас счастья, но счастливой-то вы должны быть. Значит, если ваша мама хочет счастья для вас, то, соответственно, вы определяете то, что нужно делать, чтобы быть счастливой. И наоборот. И в таком случае вы переформируете голос своей мамы, перефразируете его в то, что больше подходит ситуации. То есть мама говорит, учись, чтобы быть счастливой, да? Но это говорит мама, которая преследует свои какие-то цели. А вы можете сами себе в голове проигрывать, что мама вам как бы заявляет. Дорогая, если тебе это доставит удовольствие, занимайся этим. И всё. Это будет честно. Ну, у чувства вины могут быть более глубокие корни. Например, например, с детства. Ну, с детства ваша мама так к вам относится. Так, она принуждает вас. И в таком случае нужно возвращаться в детство. Да? Возвращаться в детство. В детство. И, соответственно, уже там, в детстве говорить нет своей маме. Тем самым освобождаясь от её влияния на вас. Значит, это такой момент. Далее. Значит, смело занимайтесь тем, что вы делаете. Если вы получаете удовольствие от процесса деятельности, то это самое главное. Самое главное, чтобы вы получали удовольствие. Если есть удовольствие, то всё со временем обязательно будет. Значит, не важен заработок. Не так важен заработок. Важно, чтобы человек делал то, что ему по душам. Мне кажется, мне кажется, что для любой успешной работы нужно, чтобы к этой деятельности лежала душа. Вот у вас душа лежит. Занимайтесь этим. Представьте себе, что вы учитесь. Представьте себе, что вы работаете. Ну, по той специальности, на которой вы выучились. Будете ли вы счастливы? Нет. Будете ли вы довольны? Скорее всего, нет. Чего вы хотите? Вот в этот момент, когда вы представили, что будет. Чего вы хотите? И это ваша жизнь. Вашу жизнь нужно прожить так, чтобы она, эта самая жизнь, была полной. Чтобы она приносила вам наслаждение, вам удовольствие. Понимаете? Мне кажется, что так. С точки зрения психологии, я сказал вам всё, что можно было сказать. От чувства вины, которое является самым главным блоком, к сожалению, так просто не избавиться. То есть, ну вот, я надеюсь, вам немножко облегчил его, но всё равно оно будет вас преследовать какое-то время. Вот. Почитайте про треугольных Карпмена, и вы увидите свою маму в этом. Я полагаю, что вам будет легче отстраниться именно от личности своей мамы, и больше увидеть деструктивный момент в этом. Ну, я полагаю, что можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok